День мужных. Сегодня сопрацовники Министерства по надзвычайных ситуациях означают свое профессийное свято. У Гомеля день выратовальника прошел с размахом. Гостей свято ждало шмат текалого. Выстава пожарно-вратовальной техники, конкурсы, катание на санях и снегоходах. Подробности у наших корреспондентов. Все летний день выратовальника особливый. Ровно 20 лет тому было створено Министерство по надзвычайных ситуациях. За этот час ведомство произошло великий шлях у своем развитии. Зараз профессионализм супрацовников и технические оснащения позволяют выполнять самое широкое коло задач. Наша служба все профессионально окрепла. Появилась новая техника, оборудование. Мы уже не только специализировались раньше как пожарных на тушение пожаров, но и ликвидации различных ситуаций техногенного, природного характера. Сфера намного расширилась. За 20 лет уже спасено, наверное, не одна тысяча, а то и миллионы материальных ценностей, а самое главное – человеческие жизни. Ведь только одна Гомельская область почти каждый год делает более тысячи боевых выездов на различные роды чрезвычайные ситуации. У Гомеля день выратовальника отзначили коля в озеро Волотовского. Для гомельчан подрихтовали насыщенную забавляльную программу. Катание на санках, концерт, выстава специальной техники, показальные выступления и конкурсы. На приклад, можно было побыть на месте выратовальника. Выконываясь на вот самое простое практикование у специальной амуниции без подрихтовки складано. На самом деле, даже вот эта форма, когда мне очень тяжело двигаться, я даже не представляю, как пожарники берут этот шланг и несут его. И даже очень тяжело не упасть. А это даже у меня еще штанов нет. Это тяжело. Профессийные святы выратовальники Гомельской области сустрелись с добрыми покажчиками. Назирается устойливое изнижение колькости пожаров и выпадков гибели на их людей. Профилактика – одна зума у таких поспехов. А тому работу с насильництвом выратовальники проводят навод у свое профессийное свято. Головная мытовая аудитория – вядома ж дети. Максим Савин, Александр Лупиненко, Сергей Лукашук, телерадио компания «Гомель». Продолжение следует...